здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала я приглашаю вас снова на грибную охоту пока идут грибы покоя мне нет ну вот девчонки так выглядит сейчас в лесу опенок осенний опенок настоящий вот здесь еще можно кое-что взять с собой крепкий гриб ну режем со всех сторон посмотрим но часть гриба уже переросла я надеюсь что выходные соберут их они были маленькие три дня назад но сегодня уже удаленькие если посмотреть вот здесь вот на земле еще растет опенок этот я возьму он обычно самый крепкий так вот тут на земле везде опята вот а вот тут на пеньке тоже неплохие и вон там дальше и вон там но переростки а вот тут еще один день вот этот я вам показала а вот этот нет вот вам еще опенок и причем хорошей величины вот так опенок осенний опенок настоящий прекрасный всего два дня нас не было в лесу и все эти пеньки которых мы ждали и я надеялась что люди придут их посрезают просто остались несрезанными и вот это самое самое нехорошее самое то что очень жалко видите везде на пнях переросшее опята конечно повлияла жара тут вот ведмины круги нарезает говорушка дымчатая вот она если вы смотрите мой канал давно то я вам рассказывала про говорушку что у содержит антибиотик не каждый человек переносит этот антибиотик может вызвать очень сильную аллергию вплоть до отравления вот это зонтик только это зонтик шарлаховый он мельче чем зонтик пестрый и когда его срезаешь то ножка у него краснеет на срезе вот так вот вам опять пароводы водят видите какие красавчики но уже никому не нужны вот тут еще есть пару штучек которые можно забрать с собой еще крепкие тоже по ним слизни поползали это же мы их не берем еще попадаются хорошие где-то на земле между деревьями и ступнями вот тут пенечек хороший можно срезать видите эти еще можно взять они еще крепкие и закрытые смотрим закрытые или нет ну вот такие закрытые вот там тоже есть крепкие пята вот там ну я снова в опеночном лесу сейчас буду перебирать убрать что не брать вот это конечно надо брать а то что переросло не брать ну в общем есть на что посмотреть есть что срезать начинаем работать ну что мои хорошие друзья хочу вам показать вот эту красоту это можно быть срезать они еще не не такие большие но они уже открылись будут крошиться они слабые поэтому режу я только закрытые грибы пока они круглые и сильные да тут для меня уже кто-то был такой же как и я все сильные и закрытые грибочки они срезаны вот такие такие режу я вот а все вот это еще очень съедобно везде кругом и вот это мы просто прозевали потому что моему мужу не надо он все время мне говорит хватит нам не надо вот и не надо и пропали эти грибы ни себе ни людям вот так а здесь же на этом же пне растет чешуйчатка ее называют еще королевским опенком но она невкусная никогда я ее не беру невкусная видели такую красоту целая дорога из опят пойдем еще назад хожу так гуляю вот и тут под ногами опята и вот тут опята целая дорожка где-то я наложила кучку когда вам показывают и надо забывать не пропадать же добро а вот чуть-чуть тут вот тут и там дальше видели какая красота вообще говорю по хорошему можно было вывязать и сделать грибную икру но времени у меня на это и желаний никакого нет красотень обалденная ждем собрать грибы это даже не половина дела это одно удовольствие а дела начинаются когда вы приедете домой эти грибы надо рассортировать перебрать убрать все плохое перемыть перечистить некоторые грибы нужно творить такие как опята рядовка фиолетовая ее тоже надо творить если вы ее собрали в общем сегодня мы с вами перерабатываем грибы которые мы собрали вчера а вчера мы собрали три корзины грибов когда мы их перебрали у нас получилось четыре с половиной пятилитровых ведерко я покажу сейчас что я с этим делаю оставайтесь со мной грибы которые мы отобрали на мариновку уже замаринованы получилось у нас пять литров вот таких прекрасных маринованных опят и сейчас они у меня остужаются хочу сказать что я беру сейчас пятипроцентный столовый уксус биоуксус и меня вполне в том же количестве в каком указано в рецепте меня это вполне устраивает итак грибы остывают мы включаем печку и ставим сковороду греться у меня на столе стоят перекрученные через мясорубку вареные отварные опята обстуженные перекрученные на мясорубке на терке морковка и мелко порезанный лук ну вот все это приблизительно на глаз у меня получается луку с морковкой столько же приблизительно сколько грибов ничего не взвешиваю кроме этого мне нужно растительное масло соль перец специи и мы начинаем я наливаю на сковороду растительное масло для обжарки без фанатизма но приблизительно чтобы закрыла сковородку ну и конечно моя чесночная перцовая паста совсем чуть-чуть как обычно ну где-то с чайную ложечку видите как она быстро обжаривается поэтому сразу за перцовой пастой очень быстро отправляется лук и обжариваем лук я чуть-чуть присаливаю прямо совсем чуть-чуть и измельчить и в 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 лук получил запах жареного лука это очень важно чтобы он очень вкусно пах как пахнет жареный лук периодически помешиваем обжариваем лук обжаривая лук понемножку добавляем морковь чтобы сразу не остудить и перемешиваем с луком продолжаем обжаривать лук обжаренная морковь и лук отправляются вот в такую форму для запекания как же вам ее показать вот она форма для запекания вот так выкладываем всю форму для запекания все в форму для запекания На сковородку добавляем масло. Опять там же, чтобы скрыло дно. Вот так. Масло разогревается и туда же управляются перекрученные вареные опята. Раньше я всегда старалась опята, масло, лук и морковь пережаривать вместе. Вот это пережаривать, это не главное. И вы поймете почему. Слегка обжарить, перемешать это все с маслом. Добавляем соль. Потому что в такой сковородке такой объем по-настоящему поджарить просто невозможно. Так что обжариваем слегка. Пока опята обжариваются, я распределяю морковь и лук в форме для запекания, приблизительно равным слоем. Потом это все перемешается с грибами. Ну пока вот так. Парит горячее. Духовка разогревается. Перемешиваем морковь. Перемешиваем лук и грибы до однородной массы. Перец и соль. Добавляем по вкусу. Я уже присаливала и грибы, и морковь с луком. Поэтому надо пробовать, девочки, по вкусу. Это значит на вкус пробовать. Вот такая заготовочка у меня получилась, которая отправляется в духовку, в разогретую до 200 градусов духовку. Грибная икра запекается в духовке. Периодически ее надо перемешивать, как только она начинает поджариваться, чтобы она у нас не пригорела. Пока грибная икра печется, я ее несколько раз достаю и перемешиваю. Вот этот обжаренный верх я стараюсь перемешать с необжаренными грибами. Вкус жареных грибов распространяется на все блюдо. Поверьте, это очень вкусно. Грибная икра. Вы можете приготовить с ней солянку грибную. Вы можете использовать как начинку для пирожков. Вы можете использовать эту грибную икру, как помазку на хлеб. И как только вам нравится. В любом виде она хороша. Когда грибная икра остынет, я ее разложу по пакетам и попробую закрыть в этот раз вакуумом. Почему? Потому что, когда я раскладываю эту икру по пакетам и просто так замораживаю, то внутри пакета образуется как иней, как кристаллы льда. И потом, размораживая, я вытаскиваю замороженную икру из пакета и ставлю ребром на кухонное полотенце, на салфетку, чтобы салфетка впитала воду, которая получится из этих кристаллов. Но сейчас хочу попробовать разложить ее и завакуумировать. У меня есть два приспособления для вакуумирования. Но как-то у меня нет опыта и навыка. Но надо попробовать. Завтра попробую. Можно еще попробовать завакуумировать опята без банки. Очень интересно звучит как-то так. Ну, вот так, мои хорошие. Сегодня я вам показала, как растут грибы в лесу. Как мы их собираем, что я из них делаю. Ну, грибов, конечно, мы собираем больше, чем я вам показала сегодня. Я опять работала с опятами. Ну, как-то так. Я с вами снова прощаюсь. Я прощаюсь с вами до завтра. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть нам всем всегда во всем везет мирного неба всей нашей планете Земля. Спасибо вам за ваши лайки. Спасибо вам за комментарии. Немножко я заработалась в эти дни. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба.